Ну что, лёд тронулся, господа присяжные заседатели, сказал бы Остап Бендер после дивного, затяжного, параноидального периода, который прошёл в городе Магнитогорске. Почему я так жестоко? Да потому что, ну, немножко надоело, когда людям деньги не платят. Оказывается, деньги-то есть, и люди покупают автомобили. Ну и для тех, кто покупает автомобили, кто включает голову, кто понимает, что машина должна ездить, и машина должна стоить, ну, не миллион рублей так точно, ну, фирма Черри, что на доменчиков 5 завезла, новый автовоз. Как вам? Вроде, казалось бы, кризис, да где же кризис-то? Все люди покупают автомобили. Может быть, не в тех темпах и в не тех объёмах, но, пожалуйста, вот доказательство. И вон доказательство автовоза. Итак, замечательные паркетники Черри Тига. Сегодня в цене, ну, чуть-чуть дороже 500 тысяч рублей. Да, кто-то может сказать, а если я хотел раньше поездить на Тойоте РАВ-4, я скажу, ну, на Тойоте РАВ-4 можно поездить, в принципе, приедя сюда и заказав, и вам привезут с Владивостока, знаете, там дороги изумительные, дороги там не солят, есть и такая услуга. Или вот, Тойота РАВ-4 в другом обличии, с Шильдиком Черри. Не каждый день, ни сегодня, ни сейчас увидишь полный автовоз с новыми машинами. Но тот, кто везёт автомобили, тот сейчас не стоит на месте. Именно такие автомобили реально востребованы. И на примере Черри Тига продемонстрируем вам авто бюджетной ценовой категории. Почему-то, ну, практически в раз забыли делать вещи, которые делать, очевидно, необходимо. Ну, например, очевидно, необходимо всем работникам торговли заниматься рекламированием своей продукции, своих услуг. Что, решили и на этом сэкономить? Так не будет у вас покупателей. В то самое неспокойное время фирма Черри, магнитогорское подразделение этого лидера китайского автопрома, ну, никогда не экономило и не останавливалось. Именно поэтому на дороге города Магнитогорска вы видите в большом количестве замечательные и Черри Кью-Кью, и Черри Кима. Ну, сегодня вот приехали ещё и Черри Тига. Мы ничего не подстроили. Нас специально позвали, и мы приехали с другого конца города для того, чтобы продемонстрировать вам вот этот вот автовоз. Ну, с татарскими номерами, точнее, ну, с номерами республики Татарстан. Да, действительно, практически полный автовоз, пять машин приехал. И сегодня и сейчас все те, кто выжелал, наконец-таки, покататься на китайском внедорожнике, на экономичном китайском внедорожнике, причём в бюджетной комплектации, можете это сделать. Ну что, ребята, закончилось то время, когда вы безрассудно деньги тратили. Теперь вы будете деньги тратить с умом. Ничего-ничего, скоро и до последнего, самого упрямого дойдут простые истины. Денег всех не заработать, деньги на тот свет не внесёшь. И деньги, по сути, это бумажки, без реальной цены. Если раньше хотелось престижа, то последняя истина. Машины, по сути, все одинаковые. Пять колёс, шестое рулевое, двигатель и электронный фарш. Итак, что такое представляет из себя китайский автопром? Полноприводный, но это не полноприводный, это переднеприводный вариант. В общем-то, для города зачем вам полный привод и нужен? Для города и для ближайшего села вам что необходимо? Ну, хороший клиренс. В челе Чига точно такой же, как в Toyota RAV4. Всё остальное смотрим. Предохранительная плёнка на панели приборов. Панель приборов очень хорошо сделана. Пластик. Хороший, жёсткий пластик. Что ещё надо? А, вот. Надо ещё достать специализированный шампунь, чтобы обмыть консервационное покрытие. Именно поэтому стёкла выглядят такими немножко запотевшими. И что? И всё. Катайтесь, приобретайте автомобиль. Кстати, автокредит сейчас никто не отменял, потому что автомобиль является залоговым имуществом. Жизнь-то, в общем-то, продолжается. Чему нас научило последнее время? Так это тому, что необходимо зарабатывать, ну, процентов на 40, денег больше. Ну, что ж, нам не привыкать. Мы всегда умели зарабатывать. Вот только было бы желание это делать. А то у некоторых остаётся желание только сидеть и получать, ну, дивиденды. Так вот, такого не будет. Надо крутиться и вертеться, как делает эта фирма Черри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, господа, вот мы и дождались китайского автомата. Точнее, Китай производил автоматы достаточно давно, а с 1947 года. И Китай распродавал автоматы по всему миру. Самый популярный автомат, АК-47. А вот теперь, вместе с фирмой Черри, что располагается в доме щеках 5, мы только что выкатили с автолоза джип Черри Тига на автомате. Так, вот, ребят, пришёл китай с автоматом. Китай пришёл с автоматом серьёзно. Эта машина двухлитровая, но, я вам так скажу, как владелец джипа, и джипа с отключаемым передним приводом, большую часть времени я езжу на заднем приводе. Так вот, этот автомобиль. Также, как и Ниссан Кашкай, в большинстве своих комплектациях, ну, точнее, вы можете заказать, конечно, и полный привод, но это идёт на переднем приводе. Достаточно ли этого? Теперь открою тайну тех вот джиповодов, которые ездят постоянно и так кичатся своими, типа, вот полноприводность. Реально гребёт одно переднее и одно заднее колесо. Вот так вот. В дальнейшем, это уже необходимо включение блокировок. И оно в городе вам нужно, в городе вам, конечно, необходим хороший передний привод. Нормальный клиренс, чтобы по колдоёбинам и снеговым завалам проходить. И это можно сделать, зная, черри, тига, легко. Я постараюсь перечислить конструкционные особенности этого автомобиля. Ну, во-первых, в качестве донора был взят Toyota RAV4. Но донор страдал чем? Отсутствием места. Так вот, продолжение и не реплика, а это совершенно другой автомобиль. Но только чем-то похожий формами и содержанием. В этом автомобиле места немало. Китай дорабатывает всё, усовершенствует. И делает это всё, ну, с исключительным китайским здравым умом. Вот смотрите, заднее сидение. Они могут сдвигаться вперёд-назад. Они могут наклонять спинку. И вот даже... А, кстати, как часто вы ездите в джипе и отдыхаете? Вот вопрос на засыпку. Если не часто, то возьмите себе на довесок черри тига. Потому как цена вопроса от 550 до 600 тысяч рублей. И вот здесь сзади можно спокойно отдыхать. Потому что спинка наклоняется, и человек просто лежит и балдеет. Разумеется, в джип не надо запихивать 8 человек. Ну, смысла я этого не вижу. Но спокойно кататься, спокойно кататься это можно легко и просто. Кстати, этот автомат оборудован ещё и типтроником. То есть, это следующая века. Теперь, что касается тех машин, которые кичатся своими автоматами А3, А5, А6, А8 скоростей. Вот это не есть хорошо. Чем меньше базовых скоростей, то есть, ну, стартовало всё от трёх, а точнее от двух. И дрэкстеры катаются на двухскоростном автомате. При этом достигают скорость до 450 км в час. Нормально, да? Вот. Так вот, чем больше скоростей, чем больше пакетников, тем выше вероятность того, что ваш автомат, ну, после 100 тысяч, необходимо будет менять целиком и агрегатно. Эти же машины рассчитаны на пробег при грамотной замене масла 400-500 тысяч километров. Двигатели, двигатель двухлитровый, 137 лошадиных сил. Достаточно ли этого? Да я скажу, достаточно. Климат-контроль есть, разумеется. А, ну и раз это автомат, здесь есть и круиз-контроль. Минимум приборов. Зачем им это надо? Всё-таки Китай потихонечку соображает, что в битве за комфорт надо ориентироваться не на японский автопром. Хороших, да, вопросов нет, но японцы не проводят в автомобиле большую часть своей жизни. Надо ориентироваться на американский автопром. И под американский автопром сделаны мягкие, комфортные кресла. Под американский автопром минимум информации на панели приборов, а зачем вам она нужна, когда вы просто ездите. Под американский же автопром сейчас рассчитывают, нужен ли вам климат-контроль. Либо вы можете сами установить то, что вам необходимо. Потому что иногда избыток электроники приводит к чему? Приводит к тому, что электроника может у вас либо подморозить, либо чуть-чуть что-нибудь будет не так. Машина имеет достаточный клиренс для того, чтобы вы могли спокойно полазить где угодно. При этом машина в базовой комплектации уже на 15-дюймовых легкосплавных дисках и на неплохой резине. Что касается экономичности, то вот тут-то я вам скажу, что монопривод всегда дает прикурить полному приводу. И, разумеется, можно далеко и комфортно путешествовать. В завершении вопроса, в завершении вояжа я скажу, где такие машины продаются и где они сейчас есть и будут ли им. Да, конечно, будут фирмы Черри, представительство Черри в Магнитогорске не собирается ворачивать свою деятельность. Оно вам предлагает машины той самой ценовой категории до 600 тысяч рублей, может быть, с небольшим. И вы внезапно, наверное, поняли, да, что слово Jeep сейчас это слово уже ближе к миллиону. Даже Nissan Qashqai в такой же примерно комплектации, это тоже очень дорого. И, да, кстати, здесь есть тоже USB-привод, ну, за исключением Bluetooth. А, кстати, Bluetooth вы можете воскнуть USB-привод, никаких проблем нет. Только адаптерочек. И все, пожалуйста, работайте, разговаривайте. Скромно, достаточно, разумно и взвешенно. Вот так я примерно охарактеризую автомобиль Черри Тига. И в итоге скажу, что все-таки обратите внимание и перестаньте деньги тратить направо и налево. Сейчас не то время. Сейчас время, в котором вы, в принципе, при грамотном отношении к тратам своих финансовых средств, можете себя не ограничивать. Хотите приобрести Jeep? Пожалуйста. Хотите купить новую иномарку? Пожалуйста. Кто вам сказал, что Китай это чуть хуже, чем Корея и гораздо хуже, чем Европа? Ну, во-первых, у Европы там свои проблемы. До Америки нам, к сожалению, очень-очень далеко. А вот что Япония, что Китай, что Корея, это очень достойный выбор. И при этом этот автопром ни в коем случае не связан ни с чем. Ну, таким глобальным, типа, знаете, вот собрали все марки под одно. И в итоге у этой марки проблемки, и все остальные посыпались, да? Ну, я не буду показывать пальцем и утверждать. Тем более, ну, представители в городе Магнитогорске есть. Здесь же китайский автопром ориентирован исключительно. И подпитывается, и воодушевляется стабильность китайским ростом, который не остановить. Потому что паровоз, движимый двумя миллиардами, не самых глупых людей, останавливается тяжело. А Китай останавливаться не собирается. И это только начало. А что будет дальше? А дальше, а дальше вот мы и посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок